МЕРМИДОНЕЦ Граждане имперского города, добро пожаловать на арену! Боец желтой команды убил многих своим зачарованным кинжалом, мерцающим ударом. Посмотрим, сможет ли синяя команда прервать эту череду побед. Добрые люди, у нас есть победитель! Слава бойцу синей команды! Победитель может покинуть арену и отдохнуть! Боец синей команды заслужил это! Думаю, тебе удалось доходчиво объяснить этому лесному эльфу, что ты думаешь о магических кинжалах, а? Хе-хе! Вот твое золото! Так держать! Голодаешь, Мермидонец? Я вижу это по твоим глазам! Хотим ли мы утолить голод, а? Готовы ли мы к очередному бою? От следующего противника особых неожиданностей не жди. Это просто высокий эльф, рвущийся в драку. Выходи на арену и заставь ее молить о смерти! Граждане имперского города, добро пожаловать на арену! Вы пришли сюда ради битвы, и вы ее получите! Но разговор... ...вторый удел слаб. Вы хотите крови опустить ворота! Добрые люди! У нас есть победитель! Слава бойцу синей команды! Победитель может покинуть арену и отдохнуть! Боец синей команды заслужил это! Альтмеры! Они ведут себя так высокомерно и заносчиво, пока ты не окунешь их в лужу их собственной крови! Вот твое золото! Иди передохни! Хи-я! Ты проходишь сквозь ряды желтой команды, как нож проходит сквозь скрибовое желе! Еще одна битва, и ты поднимешься до звания воина! Твой следующий противник — орк, вооруженный топором. Он силен и носит тяжелые доспехи, но это вряд ли помешает тебе убить его. Граждане имперского города! Добро пожаловать на арену! Всем нравятся бои, в которых ставки так высоки! Сейчас мы увидим, как эти двое правых мирмидонцев сойдутся в смертельном бою! Бойцы, оружие! Ты лучше, что есть у синей команды! Добрые люди! У нас есть победитель! Слава бойцу синей команды! Победитель может покинуть арену и отдохнуть! Боец синей команды заслужил это! Я очень занятой человек. Что там у тебя? Вряд ли есть что-то страшнее, чем орк с топором. Но ты сражаешься бесстрашно. Эта победа дает тебе повышение до звания воина. Отлично! Теперь ты воин. Это не шутка. Они могут не знать твоего имени, но люди вокруг, зрители, они теперь знают тебя. Они приходят на эту арену, чтобы посмотреть на тебя. Поэтому иди и дай им то, что они хотят! Следующий противник Норд. Я видел ее в бою, она быстрая и сильна. Предпочитает длинный меч и умеет с ним обращаться. Ее не стоит недооценивать. Добрые люди! У нас есть победитель! Слава бойцу синей команды! Победитель может покинуть арену и отдохнуть. Боец синей команды заслужил это! Наш воин сделал из Норда котлету. Похоже, ее придется отправлять в Скайрим по частям. Отличная работа! Вот твой гонорар. Ну, посмотрите-ка! Тебе все мало? Хорошо. Воин готов сражаться? Уф, маги. Твой следующий противник – высокий эльф. Чародейка или кто она там? Подберись поближе и ткни мечом несколько раз. Проучи ее. Еще одному высокому эльфу был преподан урок покорности. И это все благодаря лучшему воину синей команды. На этот раз твой гонорар полностью заслужен. Еще один бой, и ты получишь повышение до звания гладиатора. Редко кому из бойцов удавалось подняться так высоко. Но ты ведь исключение, правда? Твой следующий противник – самый бешеный и кровожадный орк из тех, что я видел. А я повидал их немало, поверь. Этот бой не будет легким. Она выйдет на арену с боевым молотом размером с ребенка. И будет махать им, пока не разнесет тебе череп. Постарайся, чтобы этого не случилось. Из этой орчихи получилась отбивная. Эта победа обеспечила тебе повышение до звания гладиатора. Вот твое золото. Гладиатор! Не часто я называю так кого-либо. Ты приносишь славу синей команде, дитя. А теперь иди и убей кого-нибудь, пока я не прослезился. Слушай, следующий бой выходит за все рамки, но я ничего не могу поделать. На сей раз у тебя будут три противника, и тебе придется победить их всех. Это органианские заключенные, привезенные из Чернотопья. Им было сказано, что если они хотят получить свободу, им придется убить тебя. Я не знаю, какие преступления они совершили, но на кону стоят твоя жизнь и их свобода. Догадайся, что они выберут. Иди и будь начеку. Умри, шалкая кошка. Даже крабы дерутся лучше, чем ты. Добрые люди! У нас есть победитель! Желтая команда даже меня удивила этим боем. Трое против одного. Похоже, они не представляли, с кем имеют дело, а? Отлично. Ты ведь не остановишься, пока не станешь чемпионом, да? Отлично. Синей команде не помешает лишняя слава. После прошлого боя этот должен показаться тебе пустяком. Один каджит в тяжелых доспехах. Вероятно, с мечом. Ничего особенного. Смотрим, кто победитель. Добрые люди! У нас есть победитель! Тебе удалось показать этому катучий когти острее, а? Другого я и не ожидал. Вот твое золото. А теперь иди умойся. Ты выглядишь ужасно. Что стоит гладиатор без арены, на которой он сражается? Поэтому иди туда и круши черепа. Учти! Еще одна битва, и ты получишь очередное повышение. Я знаю, я знаю. Иногда мне тоже хочется, чтобы бой кипел всю ночь. Но желтой команде нужно время на сладкие сны. Ха-ха-ха! Ступай. Ступай. Добрый день! Если ты хочешь продолжить обучение, тебе придется убедить Джин Вульма, что ему стоит тратить на тебя время. Продолжение следует... 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 Добрый день. Здесь ты найдешь только качество. Добрый день. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ауден Савидиус. Он заходит сюда каждый месяц и забирает мои товары, не заплатив за них. Что я могу сделать? Он капитан имперской стражи. Его может арестовать только другой капитан стражи. Но на это надеяться не приходится. С тобой приятно иметь дело. У тебя руки иллюзиониста. Говори. Что у тебя за дело, гражданин? Ты должна быть тупица, раз обвиняешь меня в вымогательстве прямо в лицо. На самом деле я убежден, что ты угрожаешь мне. Думаю, я должен арестовать тебя за нападение на капитана имперской стражи. Стой! Нельзя нарушать закон. Плати штраф или отправляйся в тюрьму. Все украденное тобой будет конфисковано. Тогда заплати своей кровью. Тебе стоило... ...заплатить штраф. Говори. Проблемы? Если у тебя есть жалобы, обратись к капитану стражи. У меня есть дела поважнее, чем выслушивать твое хныканье. Обратись к Сервантиусу Куинтилису. Он новенький и, возможно, еще настолько глуп, что может попытаться помочь тебе. Иди своей дорогой. Я слушаю тебя, гражданин. Я могу чем-то помочь тебе. Меня повысили только недавно. Я не хочу создавать себе проблем, выдвигая обвинения против другого капитана стражи. Ты можешь попытаться обсудить эту проблему с Итиусом Хейном. Может, он захочет рискнуть своей карьерой, арестовав Ауденса. Могу я помочь тебе? Почему я должен тебе доверять? Тебе нужно придумать что-нибудь получше, чтобы убедить меня предпринять действия против одного из капитанов стражи. Прощай, гражданин. Могу я помочь тебе? Это очень серьезное обвинение. Если ты сможешь убедить двух свидетелей дать показания против Авидиуса, я арестую его. Иначе ничем не могу помочь. Надеюсь, твои свидетели не откажутся дать показания. Продолжение следует... Что-нибудь понравилось? Ты хочешь, чтобы я публично обвинила Ауденс Авидиуса в вымогательстве? Да я скорее прыгну голый в бассейн, полный рыб-убийц и грязевых крабов. Только не говори никому о моих проблемах с Ауденсом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прощай, гражданин! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Только те, кто нарушает закон Я лучше отправлюсь в тюрьму, но не буду сражаться с тобой Но когда-нибудь я выйду оттуда И тот подонок, что сдал меня, заплатит за все Я не в настроении разговаривать Меня только что арестовали За вымогательство До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают